Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает день индексов PMI, индексов деловой активности производственного сектора и сферы услуг разных экономик. Начнем день с отчета временного среза. 7.30 по GMT – это индексы производственной активности Германии и Еврозоны. Далее, буквально через полчаса, 8.00 по GMT – индексы активности в сфере услуг, тоже ведущих стран Еврозоны и валютного блока в целом. 8.30 по GMT – индекс активности производственного сектора и сферы услуг Великобритании. И замыкать день будет важнейшая статистика с точки зрения воздействия на рынок. Это аналогичные данные индексов активности в США в 13.45 по GMT. Давайте по порядку. Индекс доллара 105.92. Ранее мы уже отмечали, что доллар сейчас достойно смотрится, потому что рост, который мы наблюдали последние две недели, был основан на конкретном фундаментальном фоне. На отличной поддержке, которая пришла со стороны сильных макроэкономических данных и рост уверенности участников рынка в том, что американский регулятор лишен, пожалуй, оснований для того, чтобы вмешиваться в текущую монетарную политику, как-то ее корректировать, потому что даже со слов ряда представителей американского регулятора мы получили конкретный сигнал, что только лишь текущий уровень процентной ставки создает условия, при которых инфляция не растет еще более стремительными темпами. Я, пожалуй, соглашусь с тем, что если бы американский регулятор занял бы ранее более проактивную позицию, пошел на смягчение политики и снижение ставки, то, возможно, последствия были бы сейчас куда более негативными, и индекс потребительских цен в США в целом снова стремился выше 4%. Но есть то, что есть. Ставка держится на высоком уровне в течение длительного периода времени, и все равно появляются предпосылки для усиления инфекционного давления. Это проблема, которую нужно решать, но, наверное, американский регулятор пока не нашел лучшее средство и лекарство от этой проблемы, кроме того, чтобы удерживать ставку пока высокой на прежнем уровне еще какой-то период времени. Также делал отсылку и комментировал в ходе вчерашнего брифинга последние актуальные заявления представителей американского регулятора. Единственное, сейчас можно еще сделать акцент на слова главы регионального отделения ФРС Чикаго Гулсби о том, что прогресса в снижении инфляции нет. И, пожалуй, это прям конкретный такой сигнал того, что это не игра слов, которую использовали многие представители американского регулятора. Это констатация проблемы, которая, на мой взгляд, очевидна. И, по его мнению, по мнению Гулсби, американский регулятор не станет снижать процентную ставку ни на следующем заседании, ни вообще, ни на каком заседании в течение этого года. И перспектива смягчения экономической политики смещается уже на 2025 год. Как спекулятивная идея, мы, конечно же, будем держать про запас сценарий, при котором американский регулятор сохраняет ставку высокой до конца этого года. Но я все-таки думаю то, что ФРС отважится на одно снижение ставки под конец этого года. И мы будем ждать это событие. Но пока у нас куча времени, чтобы удерживать длинные позиции и верить в рост американского доллара. Вероятность снижения ставки в июне сейчас оценивается в 15%. Буквально вчера она была выше. Сегодня, когда будут данные по индексам активности в сфере промышленности и сфере услуг, я думаю то, что вероятность снижения процентной ставки станет еще ниже. Потому что по прогнозам нас ожидают довольно неплохие показатели. Производственный сектор покажет рост с 51,9 до 52, а сфера услуг вырастет с 51,7 до 52 тоже. Это прогнозы. В целом мы видим то, что индекс остается выше 50, то есть держится в зоне роста. И нет абсолютно никаких поводов сейчас негативить. Но в сильной статистике также есть еще один подвох. Она доказывает то, что американская экономика остается перегретой. И повторяю еще раз, что чем больше мы получим сильных отчетов из США, а их на самом деле уже куча по всем секторам, тем больше у нас будет уверенности в том, что в американской экономике сохраняются предпосылки для внутреннего разгона инфляционного давления. И по этой причине я уже не первый месяц отстраиваю рекомендацию того, что доллар точно еще рано шортить. Кстати, друзья, по поводу вашего мнения, что вы думаете, будет ли американский регулятор снижать ставку в этом году? Обязательно пишите в комментариях. Золото 2305 долларов за тройскую унцию. Индекс настроений, который я на текущем этапе, я, пожалуй, использую как главный инструмент для принятия решения торговли этим активом, пока не дает нам качественных сигналов. 60 на 40 распределение, ну вроде бы как, да, большинство в длинных позициях и нужно шортить. Но, как правило, индекс настроения нужно трактовать таким образом, как катализатор для принятия решения, когда мы видим другие значения позиционирования, то есть более экстремальные уровни 70-30 или даже 80-20. По некоторым инструментам мы уже даже привыкли к таким значениям. Пока таких уровней достигнуто не было. Но в целом доллар растет, доходность американских облигаций 10 лет держится на отметке 4,6%. Это условие, при котором золото лучше не рассматривать как инструмент для покупок. А вот уровни для продаж точно стоит поискать. Евро против доллара 1,0657. Сегодня ждем, опять же, блока статистики по индексам активности производственного сектора и сферы услуг. Я на самом деле не ожидаю никаких позитивных сюрпризов. В целом мы уже привыкли, что европейская статистика больше щарует. Нас, наверное, даже больше интересует сейчас именно риторика ИЦБ и будущие действия, в частности действия ИЦБ в ходе июньского заседания касательно процентной ставки. И очень много было сигналов того, что ИЦБ снизит процентную ставку. Один из голосующих членов Европейского центрального банка, Мюллер, подтвердил идею того, что основной сценарий сейчас предполагает снижение ставки в июне. Лагард, которая выступала вчера, дала тезисные комментарии о том, что значительный прогресс снижения инфляции уже достигнут, но экономические условия остаются сложными, поэтому у нас нет конкретной прописанной дорожной карты будущих действий. И схожие комментарии того, что мы слышали от представителя американского регулятора от главы Федеризерва Джерома Паула. Но все-таки касательно европейских реалий, здесь условия из-за прогресса снижения инфляции явно достаточны для того, чтобы начать уже смягчать экономическую политику и не будем отказываться пока от ориентира того, что ставку снизят в июне. Британская валюта 1,2354. Я сегодня ожидаю слабых данных по индексам активности производственного сектора и сферы услуг Англии. В целом, эта статистика может продолжить череду слабых релизов прошлой инзели, когда расчаровали данные по ровничным продажам, по рынку труда. Были определенные вопросы к показателю инфляции. То есть, если копаться в отдельных компонентах индекса потребительских цен, мы увидели условия того, что Банк Англии тоже будет как бы не сильно отставать от других мировых центральных банков, за исключением Федрезерва, конечно же. И вскоре тоже анонсирует смягчение экономической политики. Фонд явный аутсайдер рынка Форекс. Вчера уже тестировали поддержку 1,23. Я предлагаю пока держать короткие позиции с целями 1,22 и потенциально даже пониже. Доллар канадец 1,37, цель 1,38 и выше. Рост доллара, потенциал снижения цен на нефть и ожидание тоже смягчения национальной монетарной политики. Нам, по крайней мере, об этом говорил глава банка Канады Тип Маклем, который делал большую отсылку на индекс потребительских цен. И на прошлой неделе мы действительно убедились в том, что базовая инфляция в Канаде снижается. Биткоин 66,500. Очень много спекуляций на тему последствий халвинга. Напомню, что действительно после того, как рынок криптовалют испытывал давление чуть больше недели назад из-за геополитического фона, из-за монетарных факторов, тогда продавали тотально все, что имело отношение к риску. И доллар поэтому чувствовал себя неплохо. Тема халвинга несколько приободрила покупателей и помогла биткоину снова восстановиться выше 65,000. Нет единой точки зрения относительно того, что стоит ожидать дальше. Например, аналитики Морган Стэнли считают, что рынок криптовалют будет находиться в довольно продолжительной консолидации долгий период времени. Отдельные аналитики считают, что рынок криптовалют перейдет к развитию нисходящей динамики, потому что очень много будет реализовано биткоина в ближайшее время со стороны майнеров, потому что им потребуется реструктуризовать бизнес. Под новые условия, например, перевести майнинговые мощности в те страны, где затраты на электроэнергию будут существенно ниже, потому что после халвинга себестоимость добычи биткоина увеличилась вдвое. Но если остановиться на этой теме, я бы даже на самом деле предположил, что из-за роста себестоимости добычи можно даже найти позитивный момент, потому что, напротив, меньше биткоинов будет сейчас поступать на глобальный рынок, и ежегодная эмиссия снизится на целых 0,8% от общего количества биткоинов. Это очень маленький показатель. И в целом, если положиться еще и на исторические данные того, что происходило с биткоином после прежних халвингов 2012, 2016 и 2020 года, мы знаем, что после этих событий начинался бычий цикл, который приводил к многократному росту биткоина. Ситуация вполне может повториться и сейчас. Я сохраняю оптимистичные оценки в отношении главной криптовалюты мира и считаю, что биткоин легко сможет в ближайшие недели превысить 70 тысяч долларов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!